девчонки привет в походных условиях буду снимать видео ничего страшного я получила кое-какие посылки с алиэкспресс и я хочу их показать показать до черной пятницы как называется она так это 23 числа будет день распродаж на алиэкспресс можно будет купить все с большими скидками уже была у нас 11 числа 11 ноября распродажи я там заказала много но все что я думала думала ломалась думаю это или то но сейчас опять будет распродажа поэтому я вам хочу показать вот сейчас быстренько что я получила я это вообще будет косметика декоративная косметика я заказала себе всю базовую косметику базовый макияж с алиэкспресс эта фирма вот такая называется от в о я вам покажу смотреть эта палетка теней она просто запаяна у них каждое средство она так вот шикарно шикарно запаяна как видите в целлофан целлофан не гуляет прекрасно выглядит я вам поясню попозже свой выбор почему я остановилась именно на вот этой марке смотрите как все классно каждые каждое средство убрано в целлофан а на нем стоит срок годности обязательно на каждом средстве такая эмблемка немножко мне арифлэйм напоминает но выглядит все очень красиво это биби крем давайте что я покажу заказала палетку тени я потом откроем биби крем заказала я себе это консилер по моему сейчас посмотрим так нет это тушь для ресниц смотрите еще вот такая вот штучка и опять же все в целлофане срок годности также карандаш для правей решила попробовать в общем решила попробовать всю серию средств так это вот да это консилер по моему и стойкую матовую помаду я взяла хочу рассказать о своем выборе вот эта косметика ну вообще я косметику как-то не хотела заказывать на алиэкспресс но у меня есть знакомые а во первых мне очень много девчонок писали в комментариях ты знаешь такую косметику посмотри на алиэкспресс вот это вот вот так название очень легко запоминается я так все как-то игнорировала думаю ладно не буду смотреть все таки это алиэкспресс мало ли что там такое да как бы может быть вызовет аллергию все такое но у меня знакомые есть и семейная пара они вообще такие довольно состоятельные люди на алиэкспресс не заказывают какие-то фишечки мулечки что-то там бывают как бы для велосипедов какие то такие вот но какие то вещи которые в магазинах вроде как бы так не найти ну такие знаете совершенно не украшения не бижутерию не одежду то есть такое не заказывают я надо такая вся при каких-то сумках дорогих при вот таких дорогих вещах но как-то вот мы с ней разговорились в последний раз и она такая уже не последний но вот был у нас не разговор она такая говорит, слушай, а что ты заказываешь на Али? Я вот, ну, показываю бижутерию, то всё, там я расхваливаю. Она говорит, а ты косметику там не берёшь? Я говорю, ну, вроде как в Алиэкспрессе. Она такая, слушай, есть косметика, вот во. Я такая, ну, так, типа, что-то я уже слышала про это. То есть вы мне писали в комментариях. Она говорит, посмотри. И показала мне, она говорит, я только ей крашусь. Я бы никогда, вот, кстати, я бы никогда в жизни не поверила, что она красится такой косметикой, потому что она пользуется только люксом. И она говорит, что она просто безумная, шикарная вообще. Всё, бери, не пожалеешь. Она говорит, вот, бери, не пожалеешь. Думаю, всё, это был последний каплей. Я пришла домой, сразу нашла вечером магазин этот и заказала просто базовый макияж, чтобы для себя понять, подойдёт мне это или нет. Ну, то есть взяла такие базовые средства. И хочу вам сказать, если хотите купить с ночи распродаж, сейчас мы посмотрим. Пигментация, ну, как она вообще мне сказала, что у тени великолепная, тушь великолепная, помада, всё гипоаллергенно, приятно пахнет, я у неё понюхала. И вам давайте буду сейчас показывать. Я пока, видите, не распакована. Ничего, да, то есть вот палетку тени я заказала, такую же, как у неё. Ну, у неё их несколько вообще. Но от цен я в восторге, как они упаковывают, как люкс настоящий. Она говорит, что лучше люкса. Я скажу честно, я не пользовалась продуктами, кроме помады. То есть я у неё помада накрасила губы. И у себя уже одной помадой я попользовалась. Ну, не одной я попользовалась помадой. Заказала я себе несколько вариантов, пока пришёл вот этот вот комплект. Ещё кое-что заказала, это пока ещё не пришло. Ну, в общем, давайте мы сегодня с вами накрасимся этим, посмотрим. Я вам скажу своё мнение. Ну, в принципе, я, как бы скажем так, знаю эту женщину, то есть эту семью. Я с ними дружу. Я вижу, как она выглядит. Выглядит она великолепно. И я вообще очень удивлена, что она пользуется такой косметикой. Но она её прямо мне хвалила, хвалила, хвалила. И вы мне хвалили. Поэтому я всё-таки решила попробовать, учитывая, что цены там гуманные. То есть, палеточка тенее где-то около тысячи, со скидками будет дешевле. Помады там 300, то есть, ну, там 200 с копейками, там, да, если со скидками. И можно купон продавца там, кстати, я вот, смотрите, у продавца там есть купоны, можно их применить и попользоваться. Всё, в общем, 250, 350, 450. Самые дорогие палетки, потому что, ну, они большие. То есть, цены такие, как бы, не люксовые, да, обычные масс-маркета, а качество, ну, вот она говорит, люксовая, но помада действительно была великолепная. Вот, поэтому, ну, давайте посмотрим. Я вам скажу своё личное мнение, попользуемся. Ну, и, как бы, потом, когда ещё беру следующие средства, тоже. Ну, я вам, естественно, все ссылки оставлю. Давайте открывать уже, смотрите, там много болтаю. Ну, с палетки теней я сняла целлофан. Вот так она красиво открывается. Есть зеркало. Привет ещё раз. Вообще прекрасно выглядит. И тут целлофан, да, вот ещё вот, да. Убираем, смотрим. Вот такая красивая палетка. Их много вариантов. Я на свою оставлю вам ссылку в описании. Есть много-много оттенков хороших. Видите, таких, некоторые с глиттером, с блёсточками. Очень, видите, насыщенный. Прям пигментация просто идеальная. Коричневатый, желтоватый. То есть, вообще, вот я хотела вот больше что-то для бровей, для глазок. Хотела такое вот. Смотрите, какая великолепная пигментация. И хотела светлый оттенок. Видите, красота какая. Здесь на улице, кстати, дождь идёт. И вот таких несколько глиттерных оттенков. Вот для блеска, да, смотрите. Ну, в общем, палетка великолепная. Наполнение у неё мне тоже нравится по оттенкам. И там очень, кстати, много разных теней. Я, может, ещё какие-то закажу. Но я хочу попробовать на себе. Я, конечно, называется доверяю, но проверяю. Я вам всё расскажу. Потому что я не пользовалась. Но у Лены красивый макияж всегда. Видите, она даже как бы более стойкий, да, такой. Вот она мне говорила, что очень устойчивая. Они целый день держатся. Говорит, как вечерний, как такой макияж. Макияж очень хорошо подходит. Волосы у неё тёмные. Она любит очень такие яркие, красивые макияжи. Она такая современная девушка. Вся на тренде. Вся на луках. В общем, я как-то, ну, как девушка ей. А сейчас скажу, на год младше меня. То есть 30... Ой, 40 лет. Вот. Но как бы вот прямо она вся вот в этом. В общем, вот такая прекрасная палетка. Сейчас мы будем ей краситься. Я пока вам покажу помаду, которую я уже открывала. Но, честно, я даже не знала, как она открывается. То есть она была в целлофане. Я тут уже, видите, номер себе заказала. 09 Hot Love. И пыталась её открывать. Ковыряла, ковыряла. Потом поняла, что она вот так открывается. Смотрите. Открываем. Видим. Очень красивый флакончик. Тюбик, да. У неё этих помад целая масса. Вот таких вот. Но я заказала одну. Пока попробовать. Базовая цена около 300 с чем. Но можно со скидкой. Я купила её гораздо дешевле. То есть почти 300 рублей. Очень красивая коробочка. Вы смотрите. Они как подарочные варианты. Вообще очень хорошо идут. Кому-то в подарок подарить прекрасно. Смотрите, как выглядит. Какой флакончик. Под кожу сделано. Ну, это кожзам, мне кажется. Здесь хороший пластик. Она такая среднего веса. Нелёгкая, сильно и не тяжёлая. Под розовое золото. Тон у меня 0,9. Вот так. Смотрите, как красиво выглядит. И она нажимается. Так, сейчас я буду вспоминать, куда она там нажимается. Вот, нажимается и выщёлкивается помада. Даже это матовая помада. Но на самом деле, я вам, кстати, покажу один так нюанс. Смотрите, как она красиво выглядит. У неё такая ребристая поверхность и помады. Видите? Вот это не понравилось. Как сатин такой, да? Вот такой вот. Видно, да? Вот текстура. Она, на самом деле, должна быть матовой. Но она не матовая. То есть, она всё-таки немножко глянец даёт и увлажнённость губам. И довольно хорошо держится. Это не пигмент, но это стойкая помада. В общем, как бы такая спокойный матовый цвет. Но при этом он немножко увлажняет губы. Я не знаю, как это сказать. Она приятная. По запаху вообще великолепная. Я вот этой стороной, чуть-чуть уже вот этой помадой пробовала себе красить. А у Лены я красила губы другим оттенком. На себе я выбрала этот. Но я ещё думаю, что я куплю. Мы накрасимся с вами, посмотрим. Помады вообще великолепные. В магазине, кстати, много разных помад. Есть ещё жидкие помады всякие разные. То есть, вариантов много я заказала ещё. Но пока не получила, получу, покажу. И, конечно, обязательно всё расскажу. Это мои деньги. Поэтому, естественно, скажу, как думаем. Но, учитывая, я очень аллергенный человек в плане косметики, кстати. Нужно бы вы знали. Тушь. Достаю из коробки. Смотрите, какие у них волоконы красивые. Вот, кстати, у них жидкие помады очень похожи на такое тоже. Смотрите, какая красота. Тушь у меня чёрная. Номер тут не указан, да? Я так поняла, нигде. Но я надеюсь, мне положили чёрную тушь. Давайте откроем и посмотрим. Вот такая, да, вижу чёрная. Шикарная силиконовая щётка. Она придаёт огромный объём. Вот. Пахнет тушью. Никаких особо таковых отдушек сильно нет. Знаете, ну вот. Тушь и тушь. Пахнет тушью. Довольно-таки она такая увлажнённая. Я у Лены пробовала. У неё уже была такая чуть-чуть подсохшая, да? Ну, я просто вот просто открыла и посмотрела. Но я не пробовала, не наносила у неё ничего. Ну, в общем, мы нанесём, посмотрим. Ну, тут она такая довольно влажная. Очень красивый тюбик. Прекрасно выглядит вообще. Очень красивая упаковка, красивый дизайн. Так, следующий у нас карандаш для бровей. Я заказала в третьем тоне для блондинок. Да, третий тон. Вот, смотрите, вот такая вот капюшечка. Потом, опять же, в целлофане, опять же, суругодность. Карандаш вот в таком вот, видите, находится. Пакет карандаш выглядит вот так. Для бровей смотрите, какая красота. Всё под розовое золото. Опять название. Вот, вот, вот. С одной стороны кисточка. С другой стороны он, как гриф, не грифель, но вот такой выкручивающийся. В общем, коричневатый карандаш. Я вам ещё раз подсеркнула брюнетку, поэтому я заказывала по своему оттенку такой коричневатый. Хорошо наносится, он довольно стойкий карандаш. Поэтому, ну вот, по крайней мере, я говорю по её отзывам. Да, слушайте, ну прелесть. Вот, я даже тру и ничего. Но она мне как держалась, так и держится пока. Это значит, сразу после нанесения он не размазывается. Вот такое вот. Очень интересно, очень красиво. Девочки, кто заказывает такую косметику, напишите. Я, кстати, посмотрю отзывы, там все в восторге. Ну, честно, я вот даже в восторге от упаковки. Я думаю, что это какой-то дорогущий люкс, что-то такое. Никогда бы не подумала, что это довольно-таки бюджетная косметика. Ну и на Алиэкспресс уже, кстати, вот если касаемо лаков для ногтей, вы мне писали, я пока красилась. Никакой аллергии я не словила, что не могу сказать о тех лаках, которые я использовала здесь. Вот здесь у меня всегда вот щиплет и чешется. Ну, которые в магазине покупала. Не всегда, но бывает. Пока на Алиэкспресс я такое не нашла, но я все по отзывам покупала. Либо кто-то мне посоветовал. То есть, а бы что, я не беру. Конечно, вот это вот тоже не вариант брать, а бы что. Потому что, ну, как бы мы жертвуем своей кожей и всем таким, да. Тут, конечно, вот, по крайней мере, есть человек, который этим пользуется и говорит, что это вообще все супер. То есть, вот, супер косметика. Не знаю, где она еще продается. Может быть, в каких-то магазинах. Но на Алиэкспресс она есть. Так, давайте дальше. Что у меня тут такое? Так, у меня это, по-моему, корректор. Да, вот корректор я заказала в Тоне. 0,1, короче, самым светлым Тоне. Сыроугодности. Видите, тут все до 23-го года у меня вся косметика. Стыльный. Смотрите, какая прелесть, да. Вот такой светлый. Я взяла прям самый светлый. Может быть, конечно, нужно было себе оттеночек другой подогнать. Но вот я выбрала этот. Вся косметика очень свежая. Видите, с сроком годности до 3-х лет. Как у меня тени на руки держат. То есть, еще 3 года. Прямо свежая, свежая. Смотрите, какая приятная кисточка. Есть вот такой вот дозатор. Да, так. Ну что, пробуем. Он очень плотный. Она сказала, что перекрывает все недостатки вообще. Но я не помню, какой у нее оттенок был. Я взяла вот себе светлый. Прям вот совсем светлый. Потому что у меня кожа светлая стала. И красные пятна. И я лучше тональник возьму потемнее. Но засветлю всякие прыщики. Потому что у меня сейчас вообще все в прыщах. Видите, какое плотное покрытие. Посмотрим в носке. Естественно, что полностью накрасть. Нам не хватает крема. Это, наверное, я заказала виби-крем. И тоже был такой-то светлый тон. По номеру я уже не помню. Там я смотрела просто варианты. Цен 21. Заказала, ну, светленький тоже такой. Потому что у меня кожа сейчас светлая. Почему биби? Потому что, ну, не хочу сейчас какой-то эффект маски. Думаю, если что, я консилером создам базу. А этим уже вот чуть-чуть подкорректирую. Потому что если он окажется слишком светлый тональник, то прямо будет на мне белое пятно. Если слишком темным, то тоже. Поэтому подумала, что если что, я этот тональник буду использовать даже летом. То есть у меня пробный заказ. Я подбираю себе оттенки, цвета и все такое. Но и хочу понять все-таки, как на мне вся эта косметика будет. Будет у меня кожа комфортно себя чувствовать. Но внешним видом я очень доволен. Давайте посмотрим. Еще, кстати, я почитала много отзывов на вот Алиэкспресс. К счастью, там есть отзывы, фотографии. Очень довольна женщина. Очень много довольных женщин. Не знаю, как я раньше не обращала внимания. Вот когда вы мне тоже писали. Ну, знаете, вы мне много что советуете. Не всегда на все обращаю внимание. Как-то вот косметику обходила стороной. Вот. Ну, я думаю, что может быть... Видите, какой красивый тюбик. Все красиво. И я думаю, что... Так, здесь нет вот такой штучки. Наклейки. Но все-таки его никто не вскрывал. Потому что он был весь запаян. Вот он более темненький такой, да. Так, еще раз я вам покажу цвет. С21. То есть это светлый, но не самый светлый. Вот он такой более-менее бежевый. То есть биби-крем, конечно, не могу сказать. Я не знаю, стойки, не стойки. Но биби-крем вообще все-таки более прозрачные текстуры имеют. Хочу потом уже тональник заказать. Но пока у меня тональных кремов и фреши полно. Еще, да. И я хочу вот этот попробовать. Если мне понравится, я перейду на эту косметику. Ну, так как говорил, Лена в исторге. Она пользуется практически полностью этой косметикой. Я тоже вот, смотрите, ну вот сейчас он такой довольно-таки блестящий. И я хочу посмотреть, что у меня будет на коже. В общем, вот, давайте, это базовый макияж. Я сейчас попробую им накраситься вместе с вами. Хочу вам показать. На лице прям сейчас жуткий, неприятный такой двойной прыщик. Один я выдавила, другой у меня вот здесь вот прям вообще вот опять выходит. Это все вот, видимо, грязь и ремонт. А когда грязь и ремонт, то будут прыщи. Тут еще на бок какие-то пятна красные от оставшихся прыщей. Возьму вот этот консилер. Под свой тип можете основываться на советах. Почитайте. И попробую все себе им замазать. Ой, знаете, он довольно такой как-то сухенько ложится. Так интересно. Как-то как какая-то... Знаете, как есть жирные такие основы, а есть как муссы. Вот он как мусс ложится. Давайте попробую его на себе растушевать. Кисточки возьму свои с Алиэкспресс. Любимый набор, если хотите, ссылку в описании оставлю. Он очень дешевый, но очень классный, только им икрашит. Возьму вот этот вот, третий оттенок. Называется Клоуэр. Такой светло-кирпичный. И попробую нанести на верхний. О, как хорошо пигментирует. Какой он яркий, насыщенный. Смотрите, как я много сразу его нанесла. Конечно, я что-то расстаралась с непривычки. Да, ничего страшного. Все можно выбрать. Смотрите, какая я яркая из нас. Как здорово. Какой он. Прям хороший, шикарный пигментации. Надо брать немножко. Возьму светлую кисточку и возьму. Номер экзотик. Этот светленький. Он вообще выглядит как белый. А нет, давайте я возьму рядышком вот этот вот светленький. И он называется Эверест. И попробую и немножечко вот это все брать. Кисточка, естественно, другой. И сейчас мы все это поправим. Нет, ничего не поправимого в тенях. К счастью. Ну, как легко. Все не справляются. Возьму все-таки еще экзотик. Посветли я оттеночек. И попробую уголки глазу. Чуть-чуть обратись. И вот сюда. Так, в следующем этапе мне возьму кисточку. Чуть плотнее и возьму вот такой темный оттенок. Темный оттенок называется Этернити. Этернити. Ой, как хорошо. Боже. Какой он насыщенный. Вот Майкап превалюшим. Палетка, она какая-то немножко в темном оттенке слабонасыщена. Это прямо такой плотный, как флёр. Знаете, вот Адон Форд. Вот они такие хорошо пигментированные. Именно в плане того, что они хорошо держатся. Хорошо ложатся. Такой вот цвет, какой он есть на палетке, он такой и есть. Он такой ложится. То есть, не какой-то другой. Смотрите, как ярко, чётко. Всё очень красиво. Я хочу чуть-чуть наверх вывести. Сейчас немножечко опять возьму светлую кисточку с помощью светлого дона. Опять же, всё это растушую. Красивенько, красивенько. Вот, смотри, что-то оценочком. И растушую. Но, кстати, не бойтесь, если вам не подходит один оттенок, можете смешать прямо на кисточке два и ими растушевать. Это тоже очень удобно. Получить, как в итоге, такой более спокойный цвет. Тот, который вам нравится. Девчонки, так как я не покупала карандаш для глаз, им краситься не буду. Я возьму из этих же палеток просто себе хайлайтер. Нанесу опять же вот этим светлым оттенком. Давайте попробуем им накраситься. Я не искала хайлайтер пока, но можно им сделать себе. Полностью накрашусь именно всем этим, чтобы посмотреть. Не ухватит вообще на палетке для того, чтобы просто полностью сделать мейк. Кисточка у меня тоже с Алиэкспресс. Если захотите ссылку оставлю, для хайлайтера самая идеальная кисточка. Она очень легко наносит. Всё так воздушно. Кисточка у меня наносила вот этим самым светлым оттенком. Так, к следующему этапу мне нужны румяна или как-то контуринг. Но так как у меня его нет, давайте я возьму оттенок типа вот этого. А здесь у меня торн, оттенок. Это тени. Очень, смотрите, насыщенный, да? Надо чуть-чуть воздушнее. Вот с этой стороны я чуть-чуть воздушнее нанесла. Сейчас я буду стирать. Но в принципе получается весь контуринг. Можно сделать тенями. Тени экономны и хватит их на что-то. Ну, как видите, да? У меня прям такой яркий получается пигмент. Сейчас буду всё это растушевывать по-долгому. Потому что, да, я с непривычки взяла очень много пигмента. Ничего страшного. Он довольно яркий. Я всё себе поправлю хайлайтером. Опять же этими тенями светленькими номером экзотик. Но, конечно, лучше всё это делать контуринг. И хайлайтер не тенями, иначе он очень быстро закончится. Вот, поэтому я ещё что-нибудь приобрету. Но вот пытаюсь, по крайней мере, сделать мейк полностью этими средствами. Вот, у меня получилось что. Давайте мы сейчас возьмём ещё тушь. Накрасим ресницы тушью. Чёрный силиконовый щёткой. Нанесение очень интересное. Довольно сразу ложится в один слой. Я кладу несколько слоёв и ожидаю. Единственное, что надо очень внимательно быть с тенями, так как пигмент очень насыщенный, просто чуть-чуть. Я привыкла, видимо, к палетке Мэка Преволюшин, которой надо чуть больше пигмента. И поэтому просто его прям набираю на кисть очень много. Здесь чуть-чуть надо. То есть каждым теням нужно приноровиться, но это не сложно. Это буквально один-два макияжа. Вы поняли, сколько вам набирать. Как и после носки вы поймёте, сколько всё это держится. Что я хочу сказать в пользу туши? Она очень классная, жизненькая. Она ложится классно одним слоем. Но у меня реснички редкие. И я люблю, когда тушь немножечко загустевает. Я сначала буду использовать как базу, когда она немножко подсохнет. Я буду гуще наносить. Но тут даже два слоя. Ресницы не склеивает. Это прекрасно. Но я хочу, вот лично я, чтобы у меня был больше объём. Больше объём за счёт приклеенности. Вот это создаётся. Здесь такого эффекта нет. Но эти, как видите, у меня красивые реснички. Чёрный, очень насыщенный цвет. Мне это очень нравится. Такой синий-чёрный. Не какой-то там блеклый. Кстати, надо тушь эту быстренько стирать. Если где-то на ляпали, потому что она присыхает. И потом тяжело стирается. Мне кажется, она ближе к довольно такой стойкой. Очень нравится. Но она довольно такая... Так как она свежая, она жиденькая. Она мне не создаёт такого эффекта кукольных ресниц, который я люблю получать. Я обычно использую уже подсохшую тушь повторно наношу. Какую-нибудь другую, так как это свежая. Она у меня будет... Ну, это мне три слоя надо нанести. Но мне цвет нравится, тушь нравится. Как она пахнет, нравится. Поношу на лице. Скажу, вызвало ли у меня это аллергия или нет. Так, ну что, осталось у нас помада. Помада, помада. Помада вроде как бы интересно открывается, но мне с ногтём чуть-чуть сложно. Я буду использовать без карандаша, потому что мне даже карандаш нигде не найти. Ведь из того, что у меня здесь ремонт. Цвет помады, знаете, какой красивый. Ой, какой красивый, да? Вот так и вспомнить цвет. Цвет у нас 0,9 утла. Горячая любовь называется. Он должен быть матовая помада. Я её нанесу вот так вот. Взывающие движения. О, как она красивая. Слушайте, как она подойдёт брюнеткам. Такой сатиновый красивый оттенок. Сейчас вот уже немножко нелепо так её накрашиваем. Но я возьму сейчас кисточку поищу и подкрашу всё-таки кистью. Да, вот такой кисточкой, опять же, с набора. Пройдусь чуть-чуть галки губ. Конечно, лучше наносить на карандаш. Но в моём ремонте мне даже никакого карандаша не найти. Я закажу карандаши. Матовая помада. Она матовая, но она немножко в блеском. Смотрите, видите? Она какая-то сатиновая. Блин, как она подойдёт брюнетке. Вот этот цвет. И вот за счёт вот этого блеска, перелива, увеличивает губы. Я обратила внимание вот тогда вот на Лене. У неё прям такие губы огромные. А когда она их стирает, они совсем у меня небольшие. И вот, оказывается, секрет. Она сказала, что вот она пользуется этими помадами. Покупает матовые. Я не люблю матовые, они сушат губы. Эти не сушат. Нет такого эффекта абсолютно. Я не знаю, правда, как быстро сутрётся. Так, ещё раз помаду. Тон у меня 09 Hot Love. Я думаю, что вы будете видеть меня в других макияжах. Точнее, в других видео с этим макияжем. Я буду вам показывать, какие-то уж какая косметика у меня. Ну вот, на данный момент вот. Это без карандаша для глаз. Потому что я могу использовать другой, но я не хочу. Я накрасилась полностью. Это косметика. Но сейчас я ещё немножечко прочешусь и вам покажу, что получилось. Кстати, хочу заметить, зеркало здесь пластиковое. Оно не разобьётся. Это тоже такой плюс. Потому что в некоторых бывает в палетках зеркало стеклянное. И оно, бывает, бьётся. Да, вот это вот здесь супер. Даже в этом они учли такой момент. И это очень приятно. Девчонки, смотрите, насколько роскошная помада. Насколько она потрясающая. И настолько красивый макияж. Он такой удобный. Я его даже не чувствую. Я не чувствую на глотах туши. Ну, может быть, потому что её немного. Но от помады я в полнейшем восторге. Обратите внимание. Я думаю, вам очень понравится. Она сильно великолепная. И очень сильно увеличивает объём губ. Плюс мне нравятся упаковки. Они такие великолепные, красивые. Ну, в общем, девчонки, помады я рекомендую 100%. Про тушь скажу чуть позже. Когда скажу, есть на неё аллергия какая-то или нет. У Лены нет. Но это не значит, что у меня не может быть. Консилер хороший. Такой сатиновый приятный. Всё очень мягкое, приятное. Биби-крем хороший, нежный. Но мне не хватает немножко перекрытости. Но энотонный биби-крем он не должен перекрывать себя. Это нестойкий крем. И палетка теней великолепная. С очень насыщенными пигментами. Я знаю, что они держатся долго. Потому что я их заказывала уже. По рекомендации Лены. И поэтому я думаю, что всё красиво. Буду палеткой краситься. Карандашом для бровей я очень довольна. Но я пожалела, что я не заказала вот этот вот покрытие, как называют лак, да, для бровей. Но выглядит цвет бровей очень красивый. Энотон третий мне очень хорошо подошёл. Довольно такая приятная, чёткая линия. Чёткая, но немножко растушёванная. Вот. Оцените, пожалуйста, макияж. Оцените, пожалуйста, продукты. Вот, по крайней мере, по видео. Расскажите, пожалуйста. Ваше мнение, кстати, не понравилось. Не отпечаталось ничего на зубах. Даже когда я красила. Очень удивительно. Но я помады знаю, что они великолепные. Вот. Поэтому я закажу ещё обязательно сразу вот сейчас. Таких помад. В общем, я покидала себе в корзинку. Я закажу, когда будет вот это вот 23 ноября. Когда будет день распродаж. Потому что тогда эти помадки будут стоить значительно дешевле. Тоже пока мне хватит. Палетка теней её хватает на очень долго. Может быть, закажу тональный крем какой-нибудь хороший. Что-нибудь ещё. В общем, все ссылки в описании. И жду ваших комментариев. И по макияжу. Не хватает карандаша, да? Очень не хватает. Но его нет. Я, кстати, может быть, у них и закажу. Посмотрю, какой-нибудь для слизистой есть у них или нет. У них просто большой магазин и много-много всего. Но по комфорту мне очень удобно. Но от помады я вообще в восторге. Всё, девчонки. Жду вас в комментариях. Встретитесь в следующем видео. И будем периодически краситься этой косметикой. Всех целуем. Всем красоты. Всем пока-пока. Девчонки, вот я с макияжем хотела целый день. Помада у меня вообще не стерлась. Она не сушит губы, не стягивает. Губы большие. Мягкие, объёмные. Весь мейк на месте. Всё хорошо. Я прям чувствую, кожа дышит. Всё мне хорошо. Всё мне хорошо и прекрасно. Так что я рекомендую эту косметику. И я себе ещё закажу особенно помаду больше. И закажу ещё тональными основами.